Спасибо, Айна. Спасибо, Джонатан и Кейт. Я думаю, мы сейчас можем начать нашу краткую серию вопросов и ответов. Спасибо большое вам, Айна. Я думаю, мы начнем задавать вопросы по мере их поступления, поэтому начнем сейчас с первого. Вопрос первый. В последнее время все больше говорится о том, что ООН себя изжила как организация, так как стала инструментом в руках сильных государств для достижения личных политических целей. Как вы думаете, уважаемые спикеры, назрело ли на сегодняшний день время для создания иной организации, для эффективной защиты нашего равноправия? И если да, то как вы это видите? Большое спасибо. Я попробую первый. Готов ответить, если кто-то другой не хочет? Когда мы рассматриваем комитет ООН по правам человека, это основной орган, занимающийся вопросами прав человека, тут очевидно, по беженцам также, те, которые мы сейчас слушали, есть другие учреждения ООН. Но давайте сейчас будем говорить только о комитете по правам человека. Ведь он играет настолько важную роль, именно как комитет ООН по правам человека, он играет сам по себе очень весомую, значимую роль. И было бы огромной ошибкой отказаться от него в попытке создать какой-то новый институт. А вот насколько сама Организация Объединенных Наций, как ее Генеральная Ассамблея, ее Совет Безопасности, насколько они стали политизированными. Ну, я не знаю, сейчас США новая администрация, которая, может быть, будет работать более эффективно с тем, что происходило в ООН по сравнению с тем, что делала в ООН предыдущая администрация США. Но мне кажется, ключевым для нас должно быть, что одна сторона в ООН, это политическая сторона, которая занимается тем, и отдельно нужно рассматривать то, что ООН делает по правам человека. Механизмы ООН уже устоявшиеся, никто это оспаривать не будет. А должен ли быть Всемирный суд по правам человека, я, конечно, это поддержал бы. Но государство-участники ООН, наверное, не поддержат, и в этом у нас сложность. Комитет – это то, на что максимально согласились страны-участницы. Если посмотреть, например, чего могут добиться спецдокладчики ООН, к примеру, в отношении, скажем, по Белоруссии, не пускают. То есть, на самом деле, есть механизмы, которые могут как-то решать вопросы в повестке дня по правам человека. Я бы сказал, что права человека в ООН, конечно, получили бы больше, лучше бы они получили больше ресурсов, больше полномочий, но даже с теми ресурсами, те полномочия, которые у них есть, они, мне кажется, являются эффективным органом. Комитет по правам человека ООН. Ну, есть, конечно, очень важный вопрос здесь относительно эффективности. Мы, надеемся, мы говорили о важных принципах, которые как-то таки и были выявлены и даже определены при помощи системы ООН, и которые сейчас все еще квалифицируют, помогают нам. Мы, конечно, все не менее осознаем, что есть очень большое количество нарушений прав человека, и есть какие-то ожидания о том, что что-то будет меняться, но мне кажется, что тот факт, что эти инструменты так активно рефицируются, это какой-то хороший знак. Ну, это такое формальное подтверждение, формальная приверженность принципам, и она не обязательно означает, что страна, которая рефицирует какой-то договор, будет обязательно уважать его положение. Но, учитывая, что система, в которой мы живем, то есть система различных государств, и эта система важна для гарантии прав человека, но, тем не менее, вот, учитывая вот эту политическую систему, ну, трудно представить, какую другую альтернативу мы можем предложить на международном уровне. Ну, Джонатан, конечно, обозначил вопрос эффективности ООН на настоящий момент, но что есть, то есть. Я хотела бы добавить, что я согласна с Джонатаном, инструменты, институты ООН по защите прав человека на сегодня являются единственными, доступными для Казахстана. Мы не являемся членом Совета Европы. Для нас ЕСПЧ, например, Европейский суд по правам человека абсолютно недоступен сейчас. Для нас единственное, куда мы можем подать жалобы, это комитеты ООН, и то их всего три. Вот, поэтому именно в сфере защиты прав человека, это единственные доступные для нас инструменты хоть какой-то защиты вне Казахстана, когда мы не смогли найти защиту в рамках национальной системы правосудия. Вот, а то, что есть споры, они всегда были, есть и будут, пока существуют разные мнения, как у людей, так и у государств. И почти две сотни государств объединились под эгидой ООН, именно как объединенные нации, и это было добровольно. Каждая страна вступает в ООН добровольно, и никто не может ее принудить это сделать. И у каждой страны есть право выхода, если она полностью не согласна с принципами работы ООН, с уставом ООН и в том числе со стандартами прав человека. Но я пока такой страны еще не видела, честно говоря. На сегодняшний день ОООН уникальная организация, которая объединяет все страны практически. И когда встает вопрос об эффективности, нужно просто предлагать что-то конкретное, как улучшить, я думаю, если есть недовольные страны или участники, то есть всегда есть возможность для того, чтобы обсуждать, как улучшить работу. Конечно, это может быть не так быстро, и все равно будет кто-то недоволен. Но тем не менее, когда все решается консенсусом, приходится терпеть чужое мнение. Большое спасибо, Айна, Джонатан и Кейт. Я думаю, мы можем задать наш следующий вопрос. По казахстанскому законодательству, женщинам, которые выходят в декретный отпуск по рождению детей, начисляется единовременное и ежемесячное пособие, размер которого зависит от размера получаемой ими заработной платы, которую они получали в период работы. То есть женщины, кто получал большую зарплату, получают большие пособия, а те, кто получал зарплату меньше, естественно, получают меньше. Является ли это дискриминацией? И как на этот вопрос смотрит международная права? Я не думаю, что это дискриминация. Потому что, если опираться на британский опыт, то есть есть обязательный минимум, который выплачивается в связи с отпуском по уходу за ребенком. В разных организациях, в разных учреждениях могут быть более лучшие условия, то есть они дают там несколько этих минимумов, кто-то дает меньше. То есть меньше минимума нельзя, но кто-то дает больше. Ну, то есть здесь же нет какого-то дискриминирующего обращения. На самом деле, мне кажется, тот факт, что есть у нас минимальные какие-то выплаты, и она обязательно всем выплачивается, то таким образом эта дискриминация устраняется. А если кто-то получает больше в зависимости от компании, организации, то это по-другому. Ну, да. Возможно, да. Финансовая поддержка по уходу за ребенком – это очень важная вещь. Если говорить о принципах равенства, ну, я бы ответила так, что поддержка со стороны работодателя, ну, в контексте Великобритании, то есть поддержка со стороны работодателя в контексте работодателя часто означает, что за основу выплаты будет браться зарплата. Но насколько можно оправдать, скажем, различную поддержку со стороны государства, тогда да. Тогда, конечно, это был бы дифференцированный подход на основе дохода со стороны государства. Просто мы не совсем понимаем вашу ситуацию, и было бы интересно узнать, есть ли какие-то обоснования, ну, оправдать дискриминацию, сказать, что здесь имеется дискриминация. То есть это зависит от взаимоотношений. Это, может быть, там зависит от налогов, которые плачет женщина, от каких-то социальных отчислений, которые женщина вносит. И тогда на основе этого, вероятно, и будет определяться сумма ее в ежемесячной выплате по уходу заработка. Айна, вам есть что добавить? Ну, понимаю, казахстанский контекст, можете что-то здесь сказать? Насколько это дискриминация или нет? Микрофон у вас выключен. Да, дело в том, что у нас целая система назначения декретных выплат. И она зависит от того, работает женщина или не работает. И, конечно, у нас есть дифференциация в зависимости от заработной платы, однако у нас есть ограничения для женщин, которые получают больше того, что посчитало государство необходимым. Вот женщины, которые большую зарплату получают, тоже могут сказать, что их дискриминируют, да, и ограничивают, так сказать, ставят потолок для декретных выплат для таких женщин. Но в целом у нас тоже есть и минимум, и в целом работающие женщины, они обеспечены декретными выплатами. То есть само по себе право у нас соблюдается, а вот уже размер, он подвержен разумным, я считаю, ограничениям, хотя эту разумность, опять же, многие оспаривают, да. Кому-то кажется, что слишком мало, кому-то кажется, что наоборот, ну, много или могло бы быть по-другому и так далее. Вот. Но в целом я не считаю это дискриминацией, хотя есть, конечно, вопросы, но это не дискриминация, это скорее вопрос более, как вам сказать, более соответствующего реальному уровню жизни, наверное, выплат. Вот. И я думаю, что этот вопрос возникся здесь тем, что просто те женщины, у которых меньше зарплата, да, и этих декретных может просто не хватать. То есть все должно быть, на мой взгляд, привязано к уровню жизни и к реальным ценам. А у нас, к сожалению, наши минимумы, они отстают от реального уровня цен, например. Вот вопрос в этом не в том, что эти женщины дискриминируются, а в том, как у нас выстроена политика в государстве, установление вот этих самых минимумов, в зависимости от реального состояния экономики. Да, спасибо, Джонатан и Айна. У нас есть следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, как определять сумму компенсации и убытков по восстановлению нарушенных прав? Спасибо. Джонатан, что, по порядку будем? Или мне давать? Ну, давайте я отвечу. Нет, Джонатан, отвечайте мне, все хорошо. Ну, от меня, конечно, точный ответ есть. Говоря практически, обычно это зависит от положения национального внутреннего законодательства, то есть положений, которые касаются возмещения компенсации и выплаты каких-то компенсаций за нарушение прав человека. Ну, то есть то, что у вас регулируется в национальном законодательстве. Европейский суд имеет полномочия самостоятельно определять сумму возмещения для удовлетворения, как бы, нарушенных прав. То есть, ну, вот такие практически... А как правило, то есть мы практически опираемся на национальную систему в этом вопросе. Если, скажем, человек, если может доказать, что он что-то потерял, то есть какую-то сумму потерял вследствие нарушения его прав человека, тогда, ну, тут подход такой очевидный, прямой. То есть, да, вот такая-то сумма была потеряна в результате нарушения прав человека, и поэтому государство обязано возместить какую-то сумму. Ну, есть... А если говорить о таких не совсем прямых положениях, то есть, когда нет таких, ну, конкретно санкций или наказаний предусмотрено за что-то, тогда государство, правительство должно... Государство должно каким-то образом признать, что право человека было нарушено, и каким-то образом финансово выразить. Такой интересный вообще принцип права человека, да, потому что, ну, невозможно же получить компенсацию за нарушение прав человека, как таковое. Фактически это как будто бы, знаете, отрицает вообще всю саму цель прав человека, потому что можно откупиться от всех нарушений прав человека. Ну, а вот как определить сумму этой компенсации? Ну, предположим, если мы говорим о лишении свободы, да, то есть человек, взятел лишение свободы, потерял какие-то деньги. То есть там, где возможно определить убытки и потери, то да. В европейском суде по правам человека у них есть какая-то номинальная какая-то сумма такая, и когда это необходимо. Но иногда есть какие-то примеры, где европейский суд говорит, что нет, финансовая компенсация не нужна, главное, чтобы человек восстановили его в пораженных правах. Ну, так бывает тоже. Особенно, когда человек уже находится в тюрьме, уже является заключенным. То есть в таких случаях, в таких условиях обычный европейский суд каких-то компенсаций не предписывает. Хорошо, спасибо большое, Джонатан. Следующий вопрос. Конституция некоторых стран, например, в Испании, обязывает граждан знать официальный язык. В сфере трудовых отношений или на выборах не создает ли такое законодательство почвы для дискриминации по языковому признаку? Как это выглядит с точки зрения, например, басков в контексте международного пакта или с точки зрения юриста? Спасибо. Если есть государственный язык, и люди не говорят на этом государственном языке, тогда эти люди, ну, вследствие, конечно, подвергаются дискриминации, вследствие незнания этого языка. То есть они не могут получить какие-то заявления, не могут общаться с государственными органами, и это, конечно, предусмотрено в статье 27, Министерный пакт о гражданских политических правах. И эта статья 27, она, кажется, требует, что требование государственного языка не мешало бы этим людям обращаться к государственным органам. Но мы же должны как-то друг с другом общаться. То есть мы можем, например, здесь инвалидность тоже, как пример взять про коммуникации. То есть возникают вопросы относительно языка жестов, предположим, или языка брейля, напечатано что-то на языке брейля, например. Этот вопрос, я думаю, будет в итоге основываться на пропорциональности, соразмерности мер со стороны государства. То есть государство должно опираться на какие-то договора в области языков, в Европе Союзе такое есть. Ну и не признавать, что это какой-то один язык. Но я понимаю, что языки должны быть защищены, языки меньшинств тоже должны быть защищены. Ну, я не знаю, сколько это отвечает на ваш вопрос, помогает это или нет, понять эту тему. А на самом деле есть очень известное дело. Рассматривалось одно из таких дел по равенству, вероятность судеб по фронту человека касалась языка Бельгии. И тот факт, что фламандцы и франкоговорящие, то есть фламангоговорящие и франкоговорящие, ну, они немножко отличаются, они говорили, что эти группы подвергаются дискоминации. И Европейский Союз, о, суд, извините, как раз постановил, что да, была дискоминация, имела место быть, и государство каким-то образом должно было восстановить эти группы, дискоминируемые на основе их языков. В своих правах. Да-да-да. Что я могу добавить, это язык, это одна из характеристик, которые четко описываются в языках, во всех договорах ООН. И там часто повторяется, говорится, что дискоминации на основе и на почве языка не должно быть. Но, как вот Джонатан сказал, конечно, необходимо как-то учитывать, что есть меньшинства, которые говорят на каком-то языке, учитывать это. Необходимо поддерживать обеспечение коммуникаций, например, доступа к выборам. Да, тоже вопрос. Надо будет опубликовать какие-то материалы на различных языках, не только на государственном языке, ну и так далее. Я не знаю, как у Синкетна в этом случае Бельгии было, но, наверное, какие-то другие были такие вопросы или дела, которые рассматриваются в рамках европейской системы прав человека. Но это вот, когда я прочитала этот вопрос, у меня такой ответ пришел в голову. Спасибо большое. У нас есть еще один вопрос. Является ли право на залог в уголовном процессе соразмерным с принципом равенства, с экономической точки зрения? То есть имеется в виду, что далеко не все задержанные или арестованные люди имеют право, имеют деньги, прошу прощения, чтобы внести залог? Например, мигранты, безработные, наркозависимые или другие менее защищенные категории людей? Спасибо. Кейт, пускай, ответит, потому что она вчера разбирала залог, освобождение под залог. И, ну, если говорить о залоге... То есть залог, он не предоставляется автоматически, потому что вы можете заплатить какую-то там, там, сутню там фунтов. На самом деле у каждого человека есть право на освобождение под залог. То есть вот эта вот услуга или там предрасположенность, да, и такой залог предоставляется за исключением причин, когда у человека есть какие-то ограничения, ну, то есть когда имеются ограничения, не позволяющие освобождение под залог. То есть если залог зависел бы только от денег, ну, то есть какой-то такой депозит, да, или аванс, ну, тогда, конечно, возникают определенные вопросы касательно дискриминации, да, по экономическим, по экономическим, на почве экономического статуса. Ну, да, это вкратце, конечно, это и есть такое описание. Если мы посмотрим на Международный пакт о гражданских и политических правах, то есть там есть как раз-таки одна из характеристик или одна из почв для дискриминации, как имущество. И вот на почве наличия имущества, как-таки тоже дискриминация может быть, и она запрещена. То есть в этом смысле, конечно, экономический статус тоже имеет отношение к этому сценарию. Здесь у нас ситуация, которая потенциально вот как-то затрагивает статью 2 и 1 и статью 9 этого пакта. И это свобода, право на свободу, которые мы рассматривали с вами вчера. И эти два принципа равенства, они накладываются один на другой, и они должны как раз-таки приниматься во внимание, когда мы разбираем возможность освобождения человека под залог. Я думаю, мы зададим последний вопрос, который был адресован, я так думаю, Айне, и на этом закончим нашу сессию. Айна, вот у вас спрашивали, вы говорили о законе, и Амина спрашивает, данный закон не работает в РК, не дает статус беженца в наших государствах. Это касается лиц прибывших с Китайской Народной Республики, где при возвращении нашим правительствам там их ждут пытки и тюрьма. Почему? Ну, очень просто. Вопрос, во-первых, политический, например, с Китаем. У Казахстана слишком тесные связи с Китаем, и, наверное, они слишком дорого, как вам сказать, слишком дороги нашему правительству, и можно пожертвовать жизни какого-то человека и его здоровьем. Но я, может быть, слишком сильно говорю, но, тем не менее, мы видим, что экономические отношения, политические отношения иногда ставятся во главу угла, в частности, в отношении Китая. Знаменитное дело по выдаче Аршадина Исраила, этнического уйгура, который сообщил корреспонденту «Свободной Америки» о том, что в Урумчу в 2009 году происходил теракт, как его называли, в Китае, и очень много людей пострадало. Но все неоднозначно он об этом сообщил западным изданиям, получается, и из-за этого подвергался преследованием, смог пробраться в Казахстан, обратился с ходатайством о предоставлении статуса беженца, но его выдали в Китай, опять же, под дипломатическое уверение того, что он не будет казнен, и к нему не будут применяться пытки. Но он все же был выдан. И такие случаи происходят. Кроме того, происходят вообще высылки, о которых никто не знает прямо на границе. Но я не могу вам это со стопроцентной точностью говорить. Мы получаем такую информацию, что люди, как только обращаются к пограничникам или к службам на границе, на приграничной территории, их возвращают сразу же назад. И мы не знаем точное количество людей, которых высылают таким образом, которые не успели обратиться даже с ходатайством о предоставлении статуса беженцам. Однако есть граждане Китая, которым был предоставлен статус беженца в Казахстане, в том числе четырем этническим казахам. Это вообще произошло впервые в истории Казахстана, поскольку до этого Казахстан придерживался того, что казахи вообще не могут быть беженцами в Казахстане, этнические казахи. У нас есть программа репатриации. Они могут, как в прошлом у Ралмана, сейчас Хандас, получить статус репатрианта и спокойно проживать в Казахстане либо с видом на жительство, либо сразу в облегченном порядке получить гражданство Казахстана. Однако есть этнические казахи, бежавшие и незаконно пересекшие границу. Как минимум таких четыре человека, но это только известные случаи. Мы знаем, что их больше. И этим четырем казахам дали статус беженца под давлением международного сообщества, мы считаем. Потому что была большая критика правительства. Вот тот же случай с Айрагой в Саудбай, также этнической казахшке, которая также нелегально перешла границу, была осуждена здесь, в Казахстане. Подала ходатайство, ей было отказано в предоставлении статуса бежица. И путем переговоров о ВКБ, депмиссии правительства, ей было разрешено покинуть Казахстан и попросить убежище в Швеции, где она его и получила. А эти четверо этнических казахов уже после той волны критики международной, они все же получили статус беженца. И двоим из них мы оказываем правовую помощь в нашей организации в получении какого-либо постоянного статуса в Казахстане, поскольку сейчас у них, кроме статуса беженца, который выдается только на один год в нарушении конвенции о статусе беженцев, у них нет постоянного статуса. И им грозит высылка через год, если в ходе повторной процедуры определения статуса беженца им не будет продлен статус. Вот закон как раз-таки он несовершенен, во многом не соответствует конвенции и стандартам прав человека. В том числе, например, в статье 10 закона о беженцах устанавливается, что человек, который незаконно пересек границу, должен в течение пяти дней с момента пересечения границы обратиться к властям Казахстана с ходатайством, чтобы ему предоставили убежище. Но при этом в этой же статье следующий пункт говорит о том, что те, кто незаконно пересел границу, должны в течение одного дня обратиться. А при этом предыдущий пункт, он касается всех, то есть и тех, кто незаконно, и тех, кто законно пребывает в Казахстане. Ну, то есть такие коллизии даже внутри одной статьи у нас в этом законе содержатся. Он, к сожалению, сырой. И мы, правозащитники, его очень много критикуем именно за это. Он требует совершенствования. Поэтому, к сожалению, он плохо работает, но пока это то, что у нас есть для конвенционных беженцев. Это именно национальный закон о беженцах. И нужно работать над его улучшением и полным приведением соответствия с международными стандартами права на убежище и невысылки, особенно невысылки. Спасибо.